Итак, дорогие мои, третье задание. Третье задание построено таким образом, что мы должны с вами построить график функции. Сама функция написана, так сказать, вот вверху. Видите, y равняется x степени c умножен на a-b. Причем следует сразу отметить, что значение x у нас признает значение четных чисел. 2, 4, 6, 8 и так дальше. То есть заполнение происходит автоматически или с использованием вставки числового ряда. Значит, номер варианта для каждого из вас он представлен в колонке а. И совпадает с номером, так сказать, в вашем пожарном. Ну, а естественно, сразу же у нас есть значения c, a и b. Поэтому вы должны для своего варианта в принципе выполнить выполнение графика функции. Обратите внимание, что у нас значение этих переменных, как всегда, задано при помощи случайных чисел. Для того, чтобы зафиксировать значение конкретное для вас, вы уже знаете, мы должны сделать следующее. Мы выделяем с вами данную область. Потом я аккуратно подвожу мышь, не нажимая до границы, до появления розоветров. Сейчас я нажимаю правую клавишу, выхожу чуть-чуть вправо и быстро возвращаюсь обратно. Возникает контекстное меню. Я выбираю пункт, копирую только значения. Таким образом, у нас с вами исчезает функция и появляются конкретные значения. Таким образом, вы получаете данные для ваших самых расчетов. Ну, конкретные рекомендации, в общем, приведены здесь вот в данной табличке. И не представляют, так сказать, здесь никакого труда. Единственное, что вот сложно заключается в том, что каждый из вас должен был сделать вот такой график, такой функции. Больше, наверное, прокомментировать здесь нечего. И я думаю, вы справитесь с этим разданием так же, как справились с предыдущим.